Генджинское ханство Генджа-ханство, Ханат-Еган-Ми, Азербайджан, Ген-Эск-Сан-Льк, Эн-Хан-Лы, запятая было полунезависимое Кавказское ханство, которое было создано в Афшарит и ранее существовало на территории того, что современный Азербайджан между 1747-1805 годов, княжеством правило династия Зиадаглу, Зид-Ханов, Происхождение каджаров в качестве правителей при Сифведах и Надир-Шахе Шах-Верди-Солтанзия-Таглы-Каджар стал ханом в Гендже В 1554 году политическая история во второй половине XVIII века Генджинское ханство было одними из самых экономически процветающих государств на Кавказе, благодаря стратегическому расположению своей столицы на перекрестке региональных дорог По этой причине два политически более сильных соседа, Грузинское королевство и Карабахское ханство, посигнули на независимость Генджи С 1780 по 1783 год Генджинское ханство было кондоминиумом Мираклия-2 из Грузии, в лице князя Кайхасра Андроникашвили, и Ибрагим Халилхана Джованшира из Карабаха, в лице визиря Хадрата Кулибега В 1783 году Генджава стала против своих грузинских и карабахских влады Грузины пытались отвоевать Генджу в конце 1784 года, но кампания закончилась неудачно То же самое произошло и с грузинскими нашествиями в 1785 и 1786 годах Под властью Джавадхана с 1785 по 1804 год Генджинское ханство приобрело экономическое и политическое значение У ханов был свой монетный двор в Гендже Примерно в то же время Ага Мохаммад хан установил новую сильную центральную власть в материковом Иране Генджевицы активно приветствовали нового иранского правителя, не только в надежде на защиту, но и на прибыль за счет Грузии Чтобы компенсировать потери, понесенные в 1780-х годах В 1795 году Джавадхан Генджинский присоединился к иранскому походу против Грузии Во время Первой русско-персидской войны, 1804-1813 годы Г.Г. Генджа считалась русскими, ранее поддерживавшими претензии Грузии на суверенитет над ханством, как город первостепенной важности Генерал Павел Цицианов несколько раз подходил к Джавадхану с просьбой подчиниться русскому правлению, но каждый раз получал отказ 20 ноября 1803 года русская армия двинулась из Тифлиса, а в декабре Цицианов начал подготовку к осаде После тяжелой артиллерии и бомбардировки 3 января 1804 года в 5 часов утра Цицианов отдал приказ атаковать крепость После ожесточенных боев русские смогли захватить крепость Джавадхан был убит вместе со своими сыновьями Согласно крупному исследованию военных событий на Кавказе Джона и в Бадделе